Музыка Социальное преобразование тема всегда актуальна по понятным причинам. Прежде всего потому, что бенефициарами нововведения являемся мы с вами. В 2019 год в этом смысле не стал исключением и приготовил несколько принципиальных изменений. Добрый день, это программа «Кабинет» и меня зовут Тимур Мухамадеев. Прежде всего речь о ЕСП, едином совокупном платеже. Что это такое и для кого он предназначен. Но и рынок труда в Казахстане, он активно меняется на фоне стремительного технологического прогресса и предъявляет все новые требования. Подробности далее в разговоре с вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Нуржаном Альтаевым. Да-да. День добрый. Нуржан, добрый вечер. Разрешите, меня зовут Тимур Мухамадеев, телепрограмма «Кабинеты Хабар-24». Нуржан Альтаев. Очень приятно. Если позволите, разговор я бы хотел начать с блока вопросов, который посвящен единому совокупному платежу. С 1 января 2019-го вступило в силу вот это новое требование и правило. В чем изначально закладывалась суть, смысл этого платежа? Дело в том, что вы знаете, у нас есть определенное количество людей, которые неформально работают на рынке труда. И мы думаем, что, наверное, в целом это мировая такая тенденция, что таких людей становится все больше. Например, это фрилансеры. Официально они называются самозанятые? Официально они называются самозанятые. Ну и, конечно, среди них есть те люди, которые занимаются совсем какими-то уже мелкими видами предпринимательства. Это таксисты, гувернанты, условно говоря, домработницы. Сфероуслуг. И так далее, да. Они тоже зачастую не заключают никаких индивидуальных трудовых договоров. За них не идут пенсионные отчисления, за них не идут социальные отчисления. И вы знаете, что с 2020 года вступает в силу закон об обязательном социально-медицинском страховании. То есть все люди должны будут застраховать себя в медицинском плане. И для того, чтобы завтра получать какую-то медицинскую помощь, они должны быть застрахованы. И понятно, как быть с этими людьми. По оценкам, сколько на сегодняшний день плюс-минус? Мы проанализировали и увидели, что где-то около 1 миллиона 100 тысяч таких людей в Казахстане, которые работают, они занимаются либо предпринимательством, либо на кого-то работают. Но, условно говоря, получают деньги в конвертах и нигде не зарегистрированы, и за них не идут никакие отчисления. И как раз таки ЕСП направлен именно в первую очередь на таких людей. То есть, условно говоря, мы проводили определенный опрос среди этих людей, среди тех же фрилансеров, таксистов и так далее, и так далее. И мы спрашивали, почему вы не делаете никаких отчислений? Почему вы не страхуете себя? Почему вы не оплачиваете пенсионку? Вот завтра вы выйдете на пенсию. Как это все? Вот социальная защита ваша может встать под вопрос. И они в первую очередь нам говорили о чем? О том, что в случае регистрации их в качестве, допустим, индивидуальных предпринимателей, это огромная бюрократия. То есть, куча бумаг, куча организаций государственных, куда им нужно идти, регистрировать себя, сдавать бумаги. Потом, понятно, это определенные отчеты и так далее. И эти же люди нам говорят, если бы был такой формат, чтобы мы, условно говоря, через мобильный телефон, через какое-то мобильное приложение оплачивали бы, допустим, и пенсионкой, может быть, чтобы это было все в одном окне. Не так, что пенсионку в одну кассу, налог в другую кассу, социальное отчисление в третью кассу и так далее. А это был бы какой-то единый платеж, его можно было бы очень легко оплатить. И тогда мы, как раз-таки, обсудив это все с государственными органами, с Комитетом государственных доходов, Министерством финансов, Министерством нации экономики, пришли к такому мнению, что для такой категории людей надо упростить этот момент, чтобы они завтра были социально защищены, в первую очередь. И поэтому в этом законе предусмотрен единый совокупный платеж, который включает в себя первое, значит, отчисление в фонд медицинского страхования, отчисление в фонд социального страхования, отчисление в пенсионный фонд и индивидуальный подоходный налог. И все это включено в один платеж. Ничего считать не нужно. Один платеж, который для города... Это фиксированная сумма? Фиксированная сумма для всех. Для всех. Там единственное делится город-село. В городе оно составляет один МРП, это 2550 тенге в нынешнем году, в 2019. И, соответственно, ровно половина от этой суммы для села. Тогда следующий вопрос. Каким образом планируется проводить учет и контроль вот этих людей? Потому что та цифра, о которой вы сказали, миллион сто тысяч, это, я так понимаю, просто предварительно приблизительная оценка. Это приблизительная оценка. Мы вообще планируем, что где-то около 500 тысяч человек из этой, значит, когорты, они войдут в систему ЕСП. Ожидания такие. И самое главное нужно понять, что этот платеж, он не является обязательным. И не предусматривает за собой каких-то штрафов, платежей или какого-то наказания. А вот так, санкций не будет. Никаких санкций не будет. Контролировать, бегать, кого-то там тащить и заставлять платить никто не будет. Этот платеж добровольный. Если вы понимаете, что в будущем вам нужна будет соответствующая социальная защита. То есть в случае возникновения таких случаев, или когда вы выйдете на пенсию, чтобы закрыть все эти вопросы, вы оплачиваете. По сути, просто государство апеллирует к личной ответственности, к личному самосознанию. Это в первую очередь в интересах этого человека. Те, кто действительно оказался без работы, они не платят ЕСП, они не плательщики. Все, кто является безработным, либо попал в какую-то трудную ситуацию, они имеют право рассчитывать на помощь государству. То есть вы знаете, у нас реализуется большая программа продуктивной занятости ЕМБЕК. То есть если он остался без работы, он должен обратиться в любой центр занятости, где ему помогут с трудоустройством. Либо если именно по его профессии нет какой-то подходящей работы, его могут переобучить за счет государства бесплатно. И он может устроиться на работу, но никакого ЕСП и ничего он платить не должен. Рынок труда в Казахстане. Как он меняется, преобразуется за последние годы? Какова динамика и по оценкам министерства есть какие тенденции на сегодняшний день? Очень насущный вопрос на сегодняшний день. Вы знаете, что не только Казахстан, а в целом мире рынок труда очень быстро начинает в последнее время меняться. Это и цифровизация, и новейшие технологии. Ну вот если по прошедшему 2018 году основные тренды по казахстанскому рынку труда? Мы видим, что сейчас очень большой спрос идет, понятно, по IT-специальностям. Очень много и большой спрос идет на гибкие навыки у специалистов. Условно говоря, вне зависимости, какой он специалист, он юрист, бухгалтер и так далее, но он должен определенными IT-навыками обладать. То есть, например, где-то эти вопросы моделирования компьютерного, где-то это вопросы умения работать на каких-то определенных специальных программах. То есть мы сейчас, видя это, корректируем и свои программы. Вот в текущем 2019 году, например, нами будет осуществлен пилотный проект. Это в рамках займа Всемирного банка будет осуществлен пилотный проект, где мы хотим обучить 10 тысяч молодых людей, которые на сегодняшний день являются безработными, их обучить именно гибким навыкам. И тем самым резко увеличить их стоимость на рынке труда. Ну, условно говоря, он сегодня ходит, например, не может найти работу, а обладая какими-то, допустим, точечными гибкими навыками, которые он может применить в любой профессии, его стоимость как специалиста резко повышается. Электронная биржа труда. Насколько этот проект зарекомендовал себя и соответствует ли тем ожиданиям, которые изначально? – Электронная биржа труда очень хорошо пошла. Мы начали устраивать инфраструктуру трудоустройства. То есть для того, чтобы любой безработный мог очень быстро найти для себя работу, мы поняли, что нужно иметь много каналов. Не так, что только один какой-то государственный орган, один какой-то центр занятости, только туда он должен прийти. У него должно быть много каналов. Первое, значит, мы создали электронную биржу труда. По сути, это электронная версия и такая база данных всех вакансий в Казахстане. Условно говоря, буквально за год у нас зарегистрировалось 87 тысяч работодателей, 87 тысяч предприятий зарегистрировались на электронной бирже труда. И они разместили там очень большое количество вакансий. И на сегодняшний день, если не ошибаюсь, уже более 450 тысяч резюме тех людей, которые ищут работу, размещены на этой электронной бирже. Буквально за год мы видим, что около 500 тысяч человек трудоустроилось именно посредством электронной биржи труда. Второй очень важный момент. Мы в прошлом году внесли изменения в законодательство и позволили, вернее, расширили эти каналы посредством того, что начали привлекать и частные агентства занятости. Внесли изменения, стали делать государственные заказы этим частным агентствам занятости и предоставлять им свою базу данных безработных, которых они должны трудоустроить. И вот это себя очень хорошо начинает рекомендовывать. И я думаю, что в этом году эта работа усилится. И мы постепенно все больше государственного заказа будем отдавать частным агентствам занятости. И, возможно, даже в будущем мы отойдем вообще от государственных центров занятости в пользу частных. Потому что я думаю, что все-таки они будут работать более эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова